КАФЕДРАЛЬНЫЙ СПОСА В Преображенский собор Слонима 16 августа привезли частицы мощей святого великомученика Георгия Победоносца. В храме они будут находиться до утра 17 августа, затем их доставят в храме Анна Воина, что на территории 11-й механизированной бригады. И в этот же день мощи святого привезут в Парижский храм, освященный в честь святого Георгия Победоносца. Священник Леонид Сенченко, клирик Новогрудской епархии. Святой великомученик Георгий Победоносец жил в конце 3-го, в начале 4-го века. Это было время страшных деклетиановских гонений, когда император Деклетиан в своей жизни поставил цель полностью уничтожить христианство. В 303-м году он издал 4 эдикта, в котором говорилось о том, что священников нужно сажать в тюрьмы, храмы разрушать, списки священного писания сжигать, чтобы христиан мучить. Святой великомученик Георгий Победоносец пришел к императору и высказал свое мнение о том, что он несправедливо относится к христианам. И поэтому император Деклетиан начал плохо к нему относиться. И в 303-м году по приказу его он был усечен мечом. Ему была отрублена голова. На иконе мы видим великомученика Георгия Победоносца на коне, потому что в своей жизни он был воином. Мы видим его в руках, держащим копье, которым убивает змея. В одном озере жил змей, которому бросали человеческие жертвы. Это были язычники. И вот дошла очередь до императрицы Ирины. И великомученик Георгий Победоносец выступил в защиту царицы Елены и поразил этого змея. Он изображается на гербе Москвы. И поэтому мы молимся о том, чтобы он даровал всегда воинству победу. И даже мы знаем, что 6 мая 1945 года была почти полностью окончена Великая Отечественная война. И в день его памяти, 6 мая, русские ворвались в Берлин и одержали победу. Наши воины одержали победу Великой Отечественной войны. Благодаря заступничеству, покровительству великомученика Георгия Победоносца. Поэтому мы молимся ему всегда о даровании победы. Мощи святого пронесут во время Всебелорусского крестного хода, который стартует 18 августа в Жировичах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok